Российские автопроизводители не часто радуют нас новинками. Тем интереснее для нас новый универсал Волжского автозавода. Мы приехали в Калининградскую область, чтобы испытать самую оснащенную модель автоваза. Калининградская область Комплектации Priora может похвастать системой АБС, двумя подушками безопасности, климат-контролем. Машина оснащена задними парктрониками, датчиками света и дождя, а вскоре появится встроенная аудиосистема и блютуз. Внешне универсал Priora выглядит вполне гармонично. Из общего облика выбиваются разве что черные зеркала, которые, кстати, снабжены электрорегулировками. Заглянем внутрь. Центральный замок отпирается с пульта на ключе. Ручки дверей сделаны под естественный хват. Задний открывается на относительно небольшой угол, что может осложнить загрузку габаритных вещей, например, детского кресла. На заднем сидении достаточно места и для двоих, и для троих пассажиров. Так что на Priora можно без проблем отправляться в дальнее путешествие в пиццерло. У Priora есть полный комплект стеклоподъемников, однако сами стекла в дверях опускаются не до конца. В салоне есть и другие недочеты. Не все пластиковые панели хорошо подогнаны. Пепельница открывается так, что ее содержимое рискует немедленно украсить салон. Улыбку вызывает надпись Open на полочке, где впоследствии появится встроенная магнитола. Главная ценность универсала – багажник. В нем появились петли, к которым крепится сетка для фиксации груза. Заднее сидение складывается по частям, образуя ровную поверхность, объемом в 777 литров. Небольшая ступенька несколько осложнит погрузку и выгрузку тяжелых вещей. При росте выше среднего за рулем будет немного тесновато. Дальше кресло от руля не отодвинешь. Можно лишь откинуть спинку или изменить угол наклона руля. Шкалы приборов мелковаты. Зато есть удобный бортовой компьютер, показывающий расход топлива, расстояние до ближайшей заправки, температуру воздуха и другие данные. Коробка передач обладает неплохой эластичностью. Однако четкостью переключений похвастать не может. Нужную передачу порой приходится нащупывать. Тоже можно сказать и о рулевом управлении. При парковке гидроусилитель порадует владельца легкостью. Но на скорости, в поворотах, сразу задать нужную траекторию сложно. Мешают и большие крены кузова. Система АБС помогает сохранить управляемость при резком торможении. Вскоре ее дополнит система динамической стабилизации – ESP. Сильную сторону подвески мы ощутили на проселочных дорогах. Но у хабах Priora лишь мягко покачивает, и мы ни разу не задели днищем о землю. Под капотом 98-сильный мотор объемом 1,6. Во время нашего теста расход составил около 8 литров на сотню. Новая Priora не стала революцией. Но по сравнению с предшественницей, это существенный шаг вперед. Хотя бы потому, что машина заслужила хорошую оценку на краш-тесте. И стала самой безопасной среди машин ВАЗа. У Lada Priora есть неоспоримое преимущество. Это фактически полное отсутствие конкуренции. Выбирая доступный универсал ценой до 350 тысяч рублей, альтернативу Priora могут составить разве что Kalina, ВАЗ-2104 и Volga. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова